Карантин в Добром ввели сразу после того, как специалисты Института защиты животных провели исследования. У лисицы, допавшей на мужчину около парка Добросельский, обнаружили бешенство. Карантин продлится до 28 апреля, если не выявится новых случаев заражения. На протяжении всего периода карантина, это 60 дней, будет проводиться наблюдение со стороны государственной ветеринарной службы в городе Владимир за этой территорией на предмет выявления больных бешенством животных, подозрительных по заболеванию. Несмотря на ЧП, жители Доброго продолжают выгуливать собак, в том числе там, где лисица напала на мужчину. Алена Фролова говорит, что владельцы питомцев вынуждены идти на риск. В районе нет специализированной площадки для выгула собак. Ну, во-первых, собака привитая, это во-первых, а во-вторых, ну, с другой стороны, а где с собакой гулять? То есть около дома, по факту лесу убили между домами, то есть гулять около дома еще более страшно, чем в парке. Большинство хозяев животных, как положено, делает своим питомцам прививки от бешенства. Среди них и Марина Попова. Девушка считает, что прививать собаку – обязанность каждого заводчика. И это не только забота о своем питомце, но и об окружающих. Я достаточно добросовестный владелец собак. У меня не одна собака, поэтому я за этим слежу. Строго мне не нужны проблемы, потому что собаки живут в семье с детьми, с маленькими. Поэтому все строго с прививками. Бешенство – смертельное заболевание, которое не поддается лечению. В случае заражения помочь может только экстренная вакцинация. За год на территории области только у двух пациентов медики выявили опасный вирус. Это прививки, которые направлены на выработку антител против бешенства. Понимаете, вводим в организм, чтобы вырабатывались антитела для бешенства. Чем быстрее начнем, тем благоприятнее будет исход. Кстати, мужчина, на которого напала лиса, уколов не делал. Дикому животному не удалось прокусить его ботинок. Популяция лис в регионе сейчас составляет примерно 6 тысяч голов. В прошлом году из 46 зарегистрированных больных животных большинство были именно дикие лисы. Эксперты считают, что это число может увеличиться. Константин Миронов и Егор Герасимов. Губерния 33.